Всем приветики. Хотел бы показать как рендерить через Sony Vegas. Делаю я это скорее всего для себя, потому что я им так давно не пользовался, что уже на днях, когда я им решил воспользоваться, я сам забыл как это делать. Так долго я им не пользовался, потому что предпочитаю все делать одним дублем без монтажа. А у кого-то наоборот, каждый ролик обязательно монтаж, интро, утро, всякие вставки. Итак, добавляем ролик, допустим. Она у нас спрашивает, применяется ли параметры видео к проекту. Нажимаем да. Задвигаем ползунок, вставляем вторую часть видео, добавляем сюда. Далее мы отключаем ресемплирование, потому что с ним видео двоится. Плюс добавляем эффекты. Levels, чтобы цвета компьютерные были приведены к студийным. Это делается именно для загрузки на YouTube. И на компьютере они будут блеклыми. То есть, вот если отключить, он именно меняется цвет. То есть, если для компьютера, то не надо так делать. А если здесь загрузки на YouTube, то надо. Потому что там цвета будут блеклыми, но благодаря Levels, наоборот, будут как в оригинале. А без Levels будут более яркими, темными, да, более темными. Плюс аудиоэффекты. Здесь какие-то есть, но я не знаю для чего они, я их тоже удаляю. И далее выставляем длину. Вот эта длина, желтая, ограничители. То есть, если поставим столько, оно столько отрендерит, столько, столько отрендерит. Поэтому именно ставим по размеру. Далее сохраняем проект. Отдаем ему название. Сохраняем. Нажимаем Рендерить. У меня здесь уже стоят фильтры. А если без фильтра, оно это избранное. То в Magix AVC CMB4 находим интернет HD 1080. Но у меня 1080, такого больше, тот больше выбирает. Ну а дальше Customs. Я уже себе накастомизировал вот так. В конце, по умолчанию, по проекту, это наилучшее качество. Здесь ничего не меняем. Аудио в соответствии с исходным материалом. То есть, 4896 и здесь столько же. Видео то же самое. В соответствии с исходным материалом. Разрешение. Вот оно. Профиль дальше. Вот он. Разрешение. Профиль. Настраю. Врач, я думал, что так надо делать. Но не надо. Потому что у нас FPS переменный. Он должен быть постоянный. Поэтому ставим постоянный. Тридцатку. Но тоже по исходнику. Вот. Прогрессивная развертка тоже включена. Битрейт я ставлю не постоянный. Потому что, во-первых, здесь выбрать нельзя либо 20, либо 28. А переменный здесь можно выбрать любой. Я ставлю чуть больше, чем в исходнике. В исходнике у нас 20. Я делал чуть больше. 22, 24. Но на выходе оно будет 22. Вот у меня на выходе. Получается сколько? 22. Вот оно. И все. И плюс YouTube просит переменный битрейт. Высокий профиль. Переменный битрейт. И все. После этого окей нажимаем просто рендерить. И получаем наш файл. Нажимаем рендерить. Он начинает рендерить. И когда закончится, будет наш готовый файл. Вот. Как-то так. На этом все. Всем пока-два.